Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим пышные, воздушные и невероятно вкусные булочки с клубничной начинкой. Выпечка выходит пористой и нежной. Для начинки также отлично подойдут ягоды, малины или вишни. Работу начинаю с приготовления начинки, чтобы она успела остыть до формирования булочек. Для нее мне потребуется 350 граммов свежей клубники. Берите некрупную, с ней будет удобнее работать. 100 граммов сахара, 30 граммов кукурузного крахмала, также можно заменить на картофельный. И 50 миллилитров холодной воды. Крахмал заливаю холодной водой. Хорошо размешиваю, чтобы не осталось комочков. Готово! И пока отставляю в сторону. Клубнику нарезаю на небольшие кусочки. Перекладываю в сотейник, либо же в кастрюльку с толстым дном. Высыпаю весь сахар. Слегка перемешаю. И отправляю на плиту на средний огонь. Периодически помешивая, дожидаясь, когда клубника пустит сок, и сахар полностью растворится. Посмотрите, какое количество сока уже выделила клубника. Дальше довожу до кипения и провариваю буквально 2 минуты. Долго уваривать клубнику не нужно, чтобы она не превратилась в кашу. По истечении 2 минут добавляю крахмал. И при постоянном помешивании лопаткой увариваю до загустения. Ни в коем случае массу не оставляйте без присмотра, потому как крахмал по степени нагревания может прихватываться к донышку, и начинка может пригореть. Вот такая густая и красивая у вас должна получиться начинка. Перекладываю начинку в отдельную посуду. Сверху в плотный контакт накрываю пищевой пленкой, чтобы при остывании на поверхности не образовалась корочка. И оставляю до полного остывания. В глубокую миску выливаю 100 мл теплой воды и 100 мл теплого молока. От общего количества всыпаю 2 чайных ложки сахара, дрожжи и немного размешаю венчиком. Всыпаю 3 столовых ложки муки от общего количества. Хорошо размешиваю венчиком. Вот такая по консистенции должна получиться опара. Накрываю пищевой пленкой и оставляю для подъема в теплом месте примерно на 10-15 минут. Просто превосходно поднялась опара. Вот такая воздушная и пузырчатая. Всыпаю оставшийся сахар, соль, пакет ванильного сахара. По рецепту в тесто идут 2 яйца, но 1 желток я забрала на помазку булочек. Поэтому добавляю 1 целое яйцо и 1 белок. И сливочное масло комнатной температуры. Растапливать его не нужно, оно должно быть просто мягким. Также сливочное масло можно заменить на маргарин для выпечки. Хорошо размешиваю все венчиком. Готово. Всыпаю муку изначально примерно половину от общего количества. Остальную муку буду добавлять по надобности. Замешиваю тесто. Тесто еще довольно мягкое. Подсыпаю 2 столовых ложки муки. И перехожу на ручной замес. Тесто остается еще довольно мягким и липким. Подсыпаю еще 1 столовую ложку муки. И продолжаю вымешивать. Тесто в себя вобрало всю муку, но остается еще довольно мягким и липким. Подсыпать муки больше не стоит. Всего в тесто ушло 430 граммов муки. Добавляю примерно 1 столовую ложку растительного масла без запаха. И продолжаю вымешивать. После того, как тесто полностью соединилось с маслом, перекладываю на стол и продолжаю вымешивать на протяжении 5-7 минут. Вот такое гладкое и очень нежное тесто у вас должно получиться. Оно еще слегка липнет к рукам, но подсыпать муки больше не стоит. Перекладываю в глубокую миску. Донышко и портики необходимо смазать растительным маслом. Накрываю пищевой пленкой. И оставляю в теплом месте для подъема примерно на 40 минут. Просто превосходно поднялось тесто. Перекладываю на стол. И делаю ему обминку. Вот такое гладкое и очень нежное тесто получилось. И оно уже практически не липнет к рукам. Вес теста 870 граммов. Разделяю на 10 частей. Весом примерно 85-87 граммов. Формирую вот такие шарики. Подкатываю. И откладываю в сторону. Заготовки накрываю пленкой. И оставляю тесто отдохнуть буквально на 5-10 минут. Начинка полностью остыла. И вот посмотрите, какая густая она стала. Как вы видите, клубника осталась вот такими кусочками. И не превратилась в кашу. Можно переходить к формированию булочек. Рабочую поверхность слегка припыляю мукой. Тесто также слегка припылите, чтобы не прилипало к скалке. Раскатываю в овал. Вот так у вас должно получиться. Слишком тонко тесто не раскатывайте. Гладкой стороной переворачиваю к низу. Еще раз прохожусь скалкой. Примерно вот такой толщины должно быть тесто. Выкладываю начинку. Примерно 1 чайную ложку. Вот так закрываю и хорошо защипываю шов. Вот так заворачиваю буквально в пол оборота. И шпателем делаю вот такие разрезы. Около 1 см шириной. И дальше заворачиваю. Делайте это без натяжения, чтобы тесто было куда подниматься. И подворачиваю вот таким полукругом. Такая красивая булочка получается аккуратно переношу на противень. Остальные булочки формирую так же. Булочки сформированы. Накрываю пленкой и оставляю на расстойку в теплом месте примерно на 15 минут. Просто превосходно поднялись булочки. Сверху смазываю смесью желтка и воды. В соотношении 1 столовая ложка теплой воды на 1 желток. Даю желтку подсохнуть буквально 5-7 минут. И отправляю булочки выпекаться в духовку. Разогретую до 180 градусов примерно на 20-22 минуты. У меня электродуховка. Выпекаю на режиме вверх-вниз. Без конвекции. Вот такие невероятно красивые булочки получаются после выпекания. Выпечка вышла пышной и воздушной. Насколько мягкое и нежное тесто. Вся начинка осталась внутри и ничего не вытекло. Вот такая выпечка вышла внутри. Пористой и воздушной. Такие булочки можно приготовить с начинкой из любых ягод, какие у вас есть. Тем более, что сделать это совсем не сложно. Поэтому обязательно пробуйте и делитесь вашими результатами в комментариях. Для меня это очень важно. Ну а я вам желаю приятного аппетита, успехов в приготовлении вкусной выпечки. Всем удачи, всем пока!